iPhone SE был и до сих пор является дико популярным смартфоном, связано это конечно с его ценой, да и в комментариях все время находятся люди, которые рассказывают мне, как они любят свой SE за его 4-дюймовый дисплей. Ничего против таких людей не имею, но просто в реальной жизни я такого еще не встречал, ну и как мне кажется невозможно спорить с тем, что iPhone SE это бюджетный смартфон, но с актуальным и свежим дизайном, который засунули просто в старый корпус. И возможно, когда Apple выпускали этого 4-дюймового красавчика, они делали это для фанатов маленьких смартфонов в том числе, но в итоге мы имеем огромный ажиотаж именно потому, что это современный и относительно дешевый смартфон от Apple. Скорее всего это оказалось так экономически выгодно для Apple, что уже практически каждый год мы видим и слышим некие слухи касаемо выхода какого-то SE 2 и об этих и новых утечках в этом видео. Выход обновленного SE вообще тесно связан с моим каналом. Еще в 2017 году я был чуть ли не первым, кто заговорил об iPhone SE 2 и тогда это видео набрало кучу просмотров и сильно повлияло на развитие этого канала. Главная мысль того видео была в том, что SE 2 не выйдет, он до сих пор не вышел и в принципе я оказался прав. Но сейчас, как мне кажется, мы подходим к тому моменту, когда я вот чувствую возможный выход SE 2. Все объясню чуть позже, давайте сначала разберемся каким будет этот смартфон. Вы, наверное, уже видели эти красивые концепты нового SE, где его сделали в дизайне пятерки, но сделали безрамочным, где взяли iPhone 11 или iPhone 10, но чуть-чуть уменьшили. Это все полная чушь. Возьмут восьмерку, заменят там процессор на новенький A13, добавят оперативки, теперь их будет 3 гигабайта, их, оперативки, короче, будет 3 гигабайта и возможно как-то прокачают камеру. Все. Собственно, что вы хотели, iPhone SE 2 точно так же, как было с оригинальным SE, который засунули в корпус 5S. Этому всему есть вполне логичное объяснение, разрабатывать новый дизайн, даже перенести дизайн 11-х айфонов на более маленькое устройство стоит денег, и это будет выходить дороже, потому что это в стоимость устройства входит. Тем более, вероятнее всего, у Apple осталось немного запчастей от 4 и 7 дизаймовых айфонов, то есть шестерки, 6S, семерки и восьмерки, и они могут быть реализованы в новых SE. Кстати, насчет названия. Если вы не забыли, в 17-м году Apple выпустили сразу iPhone 8 и 10, а девятка куда-то пропала, и возможно новый iPhone SE 2 назовут девяткой. И это, в принципе, было бы в духе Apple, куда-то просто выкинуть SE, забыть про него, точно как было с 5C, линейку SE они не стали продолжать, точно так же, как было с 5, ой, 5, с 10R, линейку R они также не стали продолжать, и, в принципе, логично, если они уберут SE вообще, это будет не SE 2, это будет iPhone 9. Пару дней назад, OnLix, уважаемый чел, если что, он обычно все верно предсказывает, опубликовал рендеры нового SE 2, или же девятки. Можно снова убедиться в том, что это будет дизайн восьмерки, но задник выполнен в дизайне сегодняшних 11-х айфонов, это яблоко по центру и матовое стекло, вполне может быть и такое, почему нет. По последним слухам, представите, SE 2 или же iPhone 9 могут уже в марте этого года, и предположительные цены пока стартуют от 400 долларов. Март уже скоро, и ближе к самой презентации появится гораздо больше инфы, и, конечно же, это, наверное, не последнее видео касаемо Apple-овского бюджетника, поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, а также пишите в комментариях, что вы думаете, что вам понравилось, из того, что вы услышали про новый SE или же iPhone 9, что не понравилось, будет очень интересно почитать и пообщаться с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok